Дорогие друзья, приветствую вас на австрийском канале Harmony, то есть я in Ostry, то есть в Австрии, гармония в Австрии. Сейчас мы с вами находимся в городке Обертраун, это следующая деревня после Хольштадта. Здесь находится вот такое красивое зеленое озеро с великолепным камнем. В общем, решила я сегодня перед работой навернуть кружочек, заодно вам расскажу о своем последнем свидании, о котором я упоминала в стриме. Желаю вам приятного просмотра. Обертраун, кстати, очень классное место, несмотря на то, что здесь всего лишь только одна или две. Окей, максимум три улицы, как и в Хольштадте, да? Но здесь очень много достопримечательностей, здесь очень много панорамных площадок, пещеры, пещеры мамонта, ледяная пещера, вот это вот озеро. Еще одна пещера, кстати, она здесь находится недалеко, со сталактитами и сталагмитами, но недалеко это через дорогу. Криппенштейн, Холли. В общем, тут столько всего. Место не особо разрекламированное, на мой взгляд. Ну, только вот эта панорама, пять пальцев и все. Так, решила навернуть кружочек. Я это озеро уже видела, когда ходила в эту пещеру, Криппенштейн. Ну, мне не удалось тут погулять, поэтому... Ну, вот сегодня. Чего я сюда приехала? Конечно, не из-за озера. Ой, приехала, потому что у котов кончилась еда. К нам в отель приходят кот и кошка. Обычно хозяева отеля покупают еду. Ну, в общем, они профуфукали этот момент. Еда закончилась. И приходил вчера этот кот, и он меня чуть не сожрал. Я ему пыталась объяснить на немецком, что нету еды. Нету. Но он мурлыкал, терся об меня, лизал мне руки. И я думаю, ну все, сейчас он мои руки полежит, полежит. А потом сделает свой контрольный кусь. И, в общем, сегодня я поехала в местный магазин. Потому что в Холштадте нету магазинов. И купила ему еду и вкусняшки какие-то с сыром. Вот. Сейчас навернем с вами кружочек по поводу свидания. Я вам рассказывала, что познакомилась с одним мужчиной из Альцбурга. Он такой старый, похож на индюка, такого выщипанного уже. Знаете, такой худая, такая худая, худая шейка и такая головка. Ну, он был настолько приятен в разговоре и так мило улыбался. Я подумала, ну окей, позавтракаю с дедушкой, ничего страшного. И что вы думаете? Этот дедушка мне потом написал, что я не женщина его мечты. Короче, я над этими австрийцами вообще офигею. Да блин, бери любую. Ну куда тебе уже? Нет, понимаете ли, у него не ёкнуло. Так, куда это я пришла? Тут, походу, дорога кончается, хотя есть какая-то тропа. Но тропа такая мокрая. Вчера у нас был сильный дождь. Я, конечно, не пойду. Ладно, пойду дальше. Вот, сам дедушка, ну, такой спокойный. Что-то он мне рассказывал, что он в Америке занимался медитациями. Он говорит, у меня в Америке свайта вонзиц. То есть, второе место жительства. У него в Америке, наверное, какая-то есть недвижимость. Я говорю, почему? Говорю, что у тебя это с работой связано? Или что? Ты, говорю, наполовину американец. Он такой, нет, просто я там учился йоге. Я говорю, странно, обычно люди учатся йоге, ну, где там, не знаю, на Бали, в Тибете. Да хоть тут, в Австрии, в горах. Почему Нью-Йорк? Вот, он учился йоге в Нью-Йорке. Я у него спросила, ну, расскажи мне, как ты медитируешь. Расскажи мне, что он, ничего он мне не рассказал. Такой скрытный, либо наврал, либо, ну, просто не посчитал нужным делиться этой информацией. Постоянно меня спрашивала, сколько лет я уже в Австрии. И спрашивала, ну, не знаю, раза четыре, наверное. Знаете, Янчин такой человек, если я вот спрашиваю один раз, и человек мне, допустим, не отвечает. То есть я понимаю, что он не хочет отвечать. Что у нас тут сборище вокруг живительного источника? Не хочет отвечать. Окей, я могу, конечно, переспросить потом, да? Ой, кто это у них тут? Эти волосатые яки. Ой, такие большие, ребят. Но они будут на камеру очень маленькие. Но они очень-очень волосатые. Такая длинная у них шерсть. Как мои волосы, только рыжая. Ну, такие сладкие. Сладкиши. Вот, значит, у него, ну, как-то он меня спросил про мою личную жизнь. Что у меня там было, давно ли было. И потом я у него спросила, а у тебя? Он сказал, что я встречался, ну, как бы встречался, да? С русской женщиной. Она из Нью-Йорка. Но у нас не срослось. Я не стала углубляться в то, что уже у них там не срослось. В общем, она прилетала к нему в Австрию, в Зальцбург. И он прилетал к ней в Нью-Йорк. Прикольно здесь такая речушка. Несколько для пикника. В общем, чего-то они там не поделили. Но он такой суперспокойный, такой суперуравновешенный. А я для него, наверное, чересчур эмоциональная. Вообще, австрийцы, по моим обширным наблюдениям, очень сдержанные. И, можно сказать, холодные. Или, как сказать, равнодушные. Или просто они не показывают эмоции. Вот им что-то рассказываешь. У меня на лице, при моем описании, будет миллион эмоций. Брови, глаза, губы, жестикуляции. Они вот такие. С одной стороны, конечно, хочется иметь уравновешенного мужчину. После своего предыдущего опыта. Но, с другой стороны, не такого уж прям сильно безразличного-то, а. Так, мне бы тут... Ой, еще один мостик. Еще речка. Мне бы уже тут сворачивать. По-хорошему. Вот, смотрите, как тут. Вау, красиво. Ой, не знаю, куда эта дорога ведет. Что-то мне уже страшно, потому что мне уже возвращаться надо. Ну, ладно, еще пять минут, и все. Вот, ребятушки. Короче, даже дедушке я не пришлась по нраву. Хотя, он такой, знаете, очень похож на кощей бессмертного или вот на этого общипанного индюка. И то, он меня забарковал. Уж кто-кто. Вот, сегодня списалась. Ну, и потом созвонилась тоже по видео с одним парнем. Где-то живет тут, в районе Хальштадта. Вроде как, давай встретимся. Ну, блин, дай мне свой телефон. Дай мне свой ватсап, блин. Я вот это не люблю. Будет сейчас мне по ватсапу там записывать. Я никому свой номер не даю. Ой, ребята, так красиво, смотрите. Ой, ребята, так красиво, смотрите. Спасибо. Спасибо.